Здравствуйте! В эфире программа «Пресс-эксперт». Как всегда, начинаем с обзора газет и журналов. «Все течет, но ничего не меняется». Материал с таким заголовком вышел в газете «Жизнь в Одессе». Природные катаклизмы происходили в нашем городе всегда. В обозримые сто лет их было немало. Были суровые морозы до 29 градусов, когда замерзало море аж до горизонта. Бывали ливни, бывали сильные ветры, ураганы, обледенения. Но никогда эти катаклизмы природные не воспринимались как что-то трагическое. В последнее время, что не произойдет, всегда вызывает какое-то катастрофическое, апокалиптическое ощущение. Что делать? Вот месяц назад прошел над Одессой ураган, но, к сожалению, его последствия по сей день мы наблюдаем. Не убирают, остаются оборванные ветки и поломанные деревья. А вот небольшой дождик сразу забивает канализационные стоки. Что делать для того, чтобы избежать всего этого? Об этом читайте в интересном материале, опубликованном в газете «Жизнь в Одессе». Еще на один материал хочу обратить ваше внимание. Мы доверили врачам самое дорогое, что у нас есть. Это материал, который посвящен уникальной операции. Она была проведена в областной детской клинической больнице. Трехмесячную Катю Григорьеву с четырьмя пороками сердца оперировали. Заведующий кафедрой, профессор, известнейший хирург Роман Лекон. Ему помогали его коллеги из Германии. Операция, слава богу, прошла успешно, прошла удачно. О том, что ощущали родители, когда их дочь была на операционном столе. О том, как они оптимистично, к счастью, настроены сейчас. Об этом читайте в газете «Жизнь в Одессе». Заглянем в «Одесскую правду». И здесь материал, который наверняка вызовет интерес у многих из вас, уважаемые читатели. Он называется так. Трагедия, которую замяли из-за праздника. 30 лет назад, 6 ноября, произошла страшная железнодорожная авария. Два поезда столкнулись. В результате этой аварии погибло 44 человека. Но об этой аварии практически никто не узнал. Не узнали, потому что она произошла накануне октябрьских праздников. И, как известно, партийное руководство страны делало все для того, чтобы не омращать эти светлые дни. Сегодня мы узнали правду. О том, какова она эта правда, читайте в «Одесской правде». И еще один материал в этом издании тоже наверняка вас заинтересует. Называется он так «В стране чудес, где море плеск». В Одесском театре музыкальной комедии имени Водянова состоялась премьера спектакля «Бал в Савуе». О том, как получился этот спектакль. О том, какое впечатление производит игра актеров. А там заняты в основном молодые актеры. Вы узнаете, прочитав рецензию на этот спектакль в газете «Одесская правда». Заглянем на сайт информационного агентства «Одесса-медиа». И здесь два сообщения, которые, в общем-то, радуют нас, одессидов. Первое. В Одессе появится мемориальная доска в честь Нобелевского вауриата Ивана Бунина. Это информационная мемориальная доска. Она появится в начале улицы, которая носит имя великого писателя. Бунин жил в Одессе достаточно долго. Здесь он сочетался браком с Анной Цакни. Здесь родился ребенок. В общем-то, Одесса была для него совсем не чужим городом. И, понятное дело, нам хотелось бы увековечить память этого человека. И еще раз подчеркнуть, что Одесса – это город, который притягивал к себе самых выдающихся людей. И вторая приятная новость, опубликованная на сайте информационного агентства «Одесса-Медиа» такова. Знаменитый дом-стену в Одессе отремонтируют. Вы знаете, страшно было проходить Воронцовским переулком и видеть, как достопримечательность Одессы, в общем-то, теряет свою привлекательность. А то, что она будет отреставрирована – это повод для того, чтобы радоваться. Ведь мы хотим, чтобы наш город привлекал туристов и чтобы он был интересен для всех – и для приезжих, и для нас с вами самих. Кто может рассчитывать на бесплатную правовую помощь? С этим вопросом вы можете обратиться в газету, которая называется «Жизнь на пенсии». И получите ответ. В Украине 400 центров бесплатной правовой помощи. Есть они в том числе и в нашем городе. Как туда обращаться, какие услуги предоставляются там бесплатно – об этом, пожалуйста, прочитайте в газете «Жизнь на пенсии». Как посуда убивает нашу еду – это тоже материал, опубликованный в этом издании. Сегодня большое разнообразие посуды. Она и пластиковая, и из нержавеющей стали, алюминия, керамики, силикона. Но вот, правда, надо быть очень внимательными и осторожными, какое блюдо в какую посуду следует класть. И третий материал, который я хотел бы проанонсировать в газете «Жизнь на пенсии», называется так – «Судьба и любовь Олега Янковского». Уже много лет прошло с тех пор, как прекрасный актер Олег Иванович Янковский ушел из жизни. Но живы его фильмы, живы записи спектаклей с его участием, и поэтому нам очень важно знать, каким он был. Он был в высшей степени благородным человеком. И вот о его благородстве, о его отношениях в семье, о его отношениях с коллегами вы сможете прочитать в газете «Жизнь на пенсии». Заглянем в теледом. В теледоме «Лицо с обложки» – это участница Евровидения 2016 и победительница третьего «Х-фактора» Аида Николайчук. «Рядом со мной настоящий мужчина», так называется материал, который написан в форме интервью с ней. Николайчук – одесситка, и по первому своему образованию и профессии она портниха. Но вот есть такое счастье у людей, которые, так сказать, рискуют выступить на каких-то творческих конкурсах и громко заявить о себе. Сегодня она уже звездочка. Она вышла замуж за человека, который, в общем-то, есть мужчина ее мечты. Зовут его Никита Подольский. Как складывается их жизнь, вы узнаете, прочитав соответствующий материал в теледоме. Здесь материал, который понадобится многим садоводам. Как ухаживать за деревьями осенью. Ведь осень – это, в общем-то, время, когда мы подготавливаем свой будущий урожай весной и летом следующего года. И еще один материал. Назван самый древний город Украины. Это Килия Одесской области. Она основана якобы Александром Македонским. Произошло это 2700 лет назад. Это город, в котором много интересных памятников. Это город, обладающий уникальной историей. Мы должны гордиться тем, что наша Одесская область – это буквально кладезь мировой истории. А вот о Килие прочитайте в теледоме, не пожалеете. Заглянем в аргументы и факты в Украине. Европа – не единственный выход. Этот материал выглядит в форме интервью с известным украинским дипломатом Романом Бессмертным. Роман Бессмертный говорит о том, что дипломатические векторы Украины должны простираться не только на Запад, но и на Восток. Что дружба с Китаем, торговые связи с Китаем, организация свободной торговли с Китаем может быть очень важным моментом в возрождении современной Украины. В своем интервью он также касается вопроса, связанного с отставкой Михаила Саакашвили и дает оценку грузинской команде в украинской политике. Очень интересная статья, опубликованная в аргументах и фактах в Украине. Еще один материал, хочу обратить ваше внимание на него, называется он «Здоровая нагрузка. Что делать, чтобы не заболеть?» Это совет доктора Сергея Бубновского, очень известного врача и очень известного человека, потому что он сам преодолел недуг и он учит нас преодолевать трудности. Люди, которые мало двигаются, люди, которые не делают физических упражнений, люди, которые, в общем-то, махнули на себя рукой, это и есть люди в зоне риска. Что делать для того, чтобы не попасть в эту зону? Прочитайте в аргументах и фактах в Украине и не пожалеете, ей-богу. Еще один материал называется так в этом издании «Наследие атлантов». Много есть на нашей планете мест, которые, в общем-то, поражают нас историческими памятниками, которые очень трудно, в общем-то, каким-то образом определить, к какой эпохе они относятся и каким образом они были сотворены. Мы знаем о пирамидах Древнего Египта, о мексиканских пирамидах, мы знаем о многих, так сказать, аномальных явлениях на земной поверхности, которые, в общем-то, необъяснимы. А вот каким образом объяснить то, что в Юго-Восточной Азии есть женщины-жирафы, и почему эти женщины, начиная с рождения, буквально эти девочки, вырастают с длинными шеями, почему к этому стремятся, какой в этом эстетический, так сказать, смысл. Что такое загадочные кувшины и города для великанов, которые расположены в Камбодже. Вот этот интересный творческий журналистский поиск отражен в статье, которая наверняка вас, уважаемые читатели, заинтересует. Заглянем в газету, которая называется «КП в Украине». И здесь бросается в глаза, прежде всего, материал с таким заголовком. «Зачем три поколения ученых прячут еду на краю света?» В 1973 году полярная экспедиция, которую возглавлял Дмитрий Шпаро, а читатели «Комсомольской правды» со стажем наверняка помнят этого прекрасного путешественника и автора путевых заметок, оказались на Дальнем Севере и нашли склад продуктов, которые заложили в 1900 году исследователи во главе с Эдуардом Толем. Эти исследователи шли по своему намеченному пути в поисках земли Санникова. К сожалению, экспедиция Толя погибла, ее следы потеряны. Но вот продукты, которые были заложены, это была тушенка, это были каши различные, они сохранились за 73 года так, как будто были положены вчера. И этот вопрос заинтересовал многих специалистов. С тех пор Тундра – это место экспериментов, как можно хранить продукты, почему они сохраняют свою свежесть и первозданность, почему они не портятся. Вот об экспедиции, об тех экспериментах, которые проводятся сейчас, читайте в газете КП в Украине. Это очень, на мой взгляд, интересный и познавательный материал. Буквально несколько недель назад мы попрощались с Олегом Поповым, человеком, которого называли «Солнечный клоун». Кстати сказать, «Солнечным клоуном» его назвали в Великобритании. У него была знаменитая клоунская миниатюра, когда клоун ловит солнечный лучик руками, он пытается его поймать. И тогда англичане назвали этого клоуна «Солнечным». Как складывалась его жизнь? Почему великий Чарли Чаплин стал на колени перед этим клоуном, потому что считал его величайшим артистом? Почему он не вернулся в Советский Союз? Он, начиная с 1989 года, прожил до конца своих дней в Германии и был уже гражданином Германии. Что побудило его остаться? Это очень интересный материал, который наверняка вы прочитаете с удовольствием. Еще один материал также, наверное, вызовет ваш интерес. Называется он так. Автор «Квартала 95» Артем Гагарин. «Мы пытаемся менять политику». У этого парня звездная фамилия Гагарин. Ему 31 год, он шоумен. Руководитель одной из авторских групп рубрики «Чисто ньюз». Он принимает активное участие в подготовке программ «Квартала 95». И действительно, дело не в том, что они комментируют политику. Они воспитывают наш взгляд на политику и политиканство. Это сатирики, которые, в общем-то, выполняют большую гражданскую функцию. Что они делают? Каким образом рождаются шутки и передачи «Квартала 95» вы прочитаете в «Косомольской правде» в Украине. И, наконец, «Стиле неделя». Эту актрису наверняка все узнают без представления, потому что это Ольга Сумская, одна из любимых и популярнейших украинских артистов. Ее девиз «Хочешь быть красивой, заставь себя пошевелиться». Советую взять на вооружение. Здесь интервью с ней, в котором Ольга рассказывает о своей творческой работе, о своей семейной жизни, о своих взаимоотношениях с первым мужем, которые остались теплыми, деловыми и творческими. В общем, много интересного в этом интервью вы откроете для себя. Бенедикт Камбербэтч. Этот английский актер сегодня звезда мирового масштаба. Славу ему принесла роль Шерлока Холмса. Сейчас он снимается еще в одном сериале, в котором уже блистает этот сериал, и уже демонстрируется, и доснимается. Он играет гениального нейрохирурга доктора Стрэнджа. Вот почему его привлекают особые какие-то личности, неординарные личности. Каким образом он создает эти образы, вы узнаете, прочитав интервью с этим прекрасным артистом. И еще один материал, который наверняка заинтересует модниц. Он называется так. Главные принты ноября. Это был обзор печати. Судебная реформа. О необходимости ее проведения мы слышим уже не один год. А в последнее время эти разговоры стали проявляться с большей интенсивностью. Дело в том, что в эпоху борьбы с коррупцией судьи оказались под прицелом, поскольку их обвиняют также в коррупционных действиях. Определить, что такое реформа, какова она, каким образом она должна быть проведена, и, собственно говоря, отделить зерна от плевел, мы хотим в беседе с человеком, безусловно, компетентным. Это гость нашей программы Игорь Викторович Завольнюк, заместитель председателя Одесского окружного административного суда и судья-спикер этого суда. Здравствуйте. Первый вопрос, который у меня возникает, например, и наверняка возникнет у наших телезрителей. Что такое судья-спикер? Здравствуйте. Еще раз хочу вам объяснить, что это такое. Мы, может быть, раньше были недостаточно открыты. Мы, я имею в виду, судебная система нашей страны в целом. Хотя это далеко не так. У нас все заседания проходят в открытом режиме. Что значит мы открыты? Публичные. Мы открыты для любого гражданина, для любого человека, который может перейти в суд. Не обязательно это сторона по делу. Мы знаем, на сторону ходят истец, ответчик. То есть это не обязательно сторона. Любой человек, которому интересно, как слушается дело, как работает суд, может прийти в судебное заседание, если, конечно, оно не проходит в закрытом режиме. В большинстве случаев в открытый режим осуществляется. Приходит на правах слушателя, может сидеть, слушать, смотреть, как проходит судебное заседание. Этого оказалось мало. Мы несколько лет назад ввели в каждом суде, в штатном расписании, сейчас есть пресс-секретарь суда. То есть это работник аппарата суда, который на брифингах, путем размещения соответствующих публикаций на интернет-странице суда. У каждого суда сейчас есть интернет-страница, где можно посмотреть работу суда. Готовят пресс-релизы, то есть краткие сообщения, какое то или иное резонансное дело, которое волнует наше общество. Было результаты рассмотрения, может быть опровержение той информации, которая искаженная, неправомерно распространяется в отношении суда. Там распространяются такие пресс-релизы. Мы понимаем, что этого, как казалось, мало. И в нашей судебной системе ввелась такая должность, как судья-спикер. Это на общественных началах, то есть за это судьи не получают никаких доплат, ничего. Это официальный представитель суда, он профессиональный судья, то есть он такой же судья, он слушает дела. В то же время он уполномочен коллективом с судьями по тем или иным вопросам, по тем или иным делам, которые находятся в производстве суда, являются волнующими давать тонкую профессиональную оценку действиям, принятому решению. То есть грамотно, четко разъяснить, что было, чтобы люди получали информацию из первоисточника, чтобы они овладели достоверной информацией, потому что зачастую информация иногда в средствах массовой информации является искаженной, не соответствует действительности. Именно с этой целью, чтобы люди имели представление, что на самом деле было, и плюс с точки зрения профессионального подхода, как закон гласит, как должно быть по закону, судья-спикер излагает, дает разъяснение тем или иным решениям тонко, чтобы не было никаких подозрений в том, что судья заинтересован в исходе дела в ком-то или в любом не заинтересован. То есть тонко, вкратце, он должен объяснить профессионально те моменты, которые волнуют общество, и дать правдивую, объективную, полную информацию. Вот для этого и есть судья-спикер. Игорь Викторович, я понимаю, что если я сейчас прошу, что представляет собой судебная реформа, то для этого надо провести многочасовый семинар, и, наверное, не однодневный тем более. И все же я беру на себя смело задать такой вопрос, если можно общего, характеризуйте, в чем, собственно, новация этой реформы, почему она должна быть проведена. Ну, это реформа, которая вот в последних несколько лет у нас уже наши народные избранники приняли более трех законов по судебной реформе. Понятно, что для более полного его результата должны были внесены изменения в Конституцию, потому что Конституция — это основной закон нашего государства, и по ее постулатам мы должны все жить. И вот этим летом, 2 июня 2016 года, Верховная Рада приняла, на мой взгляд, историческое решение. Она внесла изменения в Конституцию именно в части правосудия. Почему историческое? Потому что существует особый длительный порядок несения изменений в Конституцию. Это не принять закон. Мы знаем, как на практике народные депутаты могут за один день принять закон. По Конституции внесение изменений там особый порядок. Должен пройти первое чтение, должно быть положительное заключение конституционного суда, и должно быть 300 голосов конституционного большинства для того, чтобы, то есть консолидация всех сил парламента. И вот это свершилось. Вступили изменения в Конституцию в силу 30 сентября 2016 года. Они подразумевают собой создание нового Верховного Суда. Время покажет, насколько это правильно, но в политике говорят, что рыба гниет с головы, поэтому сначала им нужно очистить верх и потом подойти к низам, так сказать. Сейчас уже объявлен конкурс в Верховный суд. Новацией является то, что если раньше судьями Верховного суда могли стать только судьи, которые, например, более 5-10 лет проработали судьями, в первой инстанции в апелляции и потом по иерархической лестнице избраться судьями Верховного суда, то сейчас судьи Верховного суда по результатам конкурса, во-первых, это конкурсный отбор, могут стать и адвокаты, могут стать и лица, которые занимаются научной деятельностью. Для этого достаточно, чтобы у них было 10 лет стажа соответствующего. То есть таким образом хотят существенно обновить состав Верховного суда. А что, так сказать, облегчит, что, так сказать, сделает более доступным судебная реформа? Во-первых, как это ощутят люди, которые непосредственно обращаются в суды? Я вас понял. Вопрос. Верховный суд, вынося решение в том или ином деле, он дает правовое заключение по конкретным правоотношениям. И уже ниже стоящие суды, то есть суды первой инстанции, апелляционные суды, они не могут отступить от этой правовой позиции. То есть это идет определенная уверенность в том, что это дело будет решено только так и никак по-другому. Конечно, правоотношениям, правоотношениям урозен, то есть бывают разные ситуации. Но это дает людям уверенность в том, что, во-первых, эти все правовые заключения Верховного суда, они открыты, они на сайте Верховного суда есть, будут публиковаться. И человек в новом изменении вводится в монополии адвокатуры. То есть представлять интересы граждан будут профессиональные адвокаты. Понятно, они будут готовиться, они будут изучать правовые позиции Верховного суда. И если они будут говорить своему клиенту заранее, вот я считаю, что наше дело выигрышное, потому что Верховный суд растолковал, что надо делать так-то и так-то. И человек будет понимать, что он прав в этой ситуации или он не прав. Не будет вот этой правовой неопределенности. То есть и все суды будут следовать правовым заключениям Верховного суда. Вводится так называемое прецедентное право, чего раньше не было. Это право распространено в странах Западной Европы. Вот мы же все время говорим о том, что вектор нашего развития — это Запад. Как раз что касается стран Европы, я не беру сейчас Соединенные Штаты, что касается стран Европы, это как раз соответствует практика этим европейским традициям. Потому что, как мы знаем в Европе, есть в Страсбурге Европейский суд по правам человека, который принимает решение. Юрисдикция его распространяется и на нашу страну, на Украину. То есть если человек у нас, гражданин, исчерпал все возможности своей защиты в наших национальных судах, включая Верховный суд, он считает, что его права не защищены, он может обратиться в Европейский суд. Европейский суд уже в отношении нашей страны принимает решения. Так вот Европейский суд в своей практике как раз руководствуется прецедентным правом. То есть он анализирует те решения, которые он ранее принимал и следует им. Точно так же сейчас будет и у нас. Мы обязательно, мы должны применить обязательно заключение Верховного суда по нашему спору. Понятно, что ситуации будут разные, но если мы отходим, если в законе указано, если мы отходим от позиции Верховного суда, мы должны обосновать, почему мы считаем, что спор подлежит рассмотрению по-другому. Игорь Ильич, еще один вопрос, который, я думаю, волнует не только меня. Вот как вы относитесь к акциям активистов? Мы неоднократно видим, что в процессе проведения тех или иных судебных заседаний к зданию суда подходят люди, которые требуют совсем не объективное решение, потому что они еще не знали, чем закончится, но они уже хотят, чтобы было так, как они хотят. Какую угрозу правосудию представляют вот эти так называемые активисты? Отношусь к этому отрицательно, и не потому, что я являюсь представителем судебной системы. В первую очередь это вредит гражданам, самому обществу, потому что может сложиться такая ситуация, что люди, придя в суд за защиту своих прав, они не смогут добиться отсюда эффективной защиты, потому что второй стороной, обратной стороной, оппонентами могут осуществляться любые действия, которые направлены на срыв судебного заседания, на давление на суд. Суд не может выносить законное и справедливое решение, когда на него давят. Даже у нас в законах определено, что если мы не можем беспристрастно выносить решение, мы обязаны заявить себе самоотвод. Не может в демократическом обществе суд слушать дело, выносить решение под давлением. Это влечет за собой отмену решения, потому что в наших законах есть такое основание, что отменяется решение, если оно принято небеспристрастным судом. Я считаю, что ответственность у нас и по Конституции есть индивидуальная. Если вы не согласны с действиями того или иного судьи, во-первых, не нужно поливать грязью всю судебную систему, а нужно индивидуально подходить. И в законе есть соответствующие механизмы реагирования. Да, я понимаю, что, может быть, не все судьи достаточно профессионалы, но есть механизмы реагирования, есть органы, которые занимаются очищением в судебной системе. Высшая квалификационная комиссия судей, Высшая рада юстиции, сейчас будет Высшая рада правосудия. Есть органы, обращайтесь с жалобами. Эти жалобы будут проверяться, проводится проверка и приниматься решения. Если судья действительно нарушил закон, он подлежит увольнению, мы только за самоочищение. Мы за. В системе должны остаться профессионалы. Я думаю, что эта судебная реформа, которая сейчас введена в действие, мы добьемся того, что мы самоочистимся. И большой плюс, что мне очень нравится в этих изменениях Конституции, о том, что в вопросе назначения судей, продвижения, карьерного роста наконец-то навсегда уйдет политика, потому что наш парламент, Верховная Рада устраняется от этого вопроса. Этим вопросом будут заниматься исключительные органы судейской власти. Высшая квалификационная комиссия, общество туда делегирует своих членов, при нем создается и соответствующие организации, которые проверяют судей на предмет коррупционной деятельности и так далее. То есть есть механизмы реагирования. Нужно делать это все демократическим, цивилизованным путем, а не устраивать акции протеста. Сейчас вообще наши все суды остались без охраны. То есть органы полиции самоустранились от охраны наших помещений. Мы знаем случаи, когда приходят активисты. Я не знаю, что это за активисты, или они идейные, или не идейные, но они насколько нарушают общественный порядок, что это ставит под угрозу пребывания граждан в суде, не только под угрозу здоровья и жизни судьи, но и граждан. И когда рядом нет органов полиции, которые не могут защитить, мы сами не в состоянии защитить. Поэтому я призываю всех решать все законным путем. Тем более для этого есть все механизмы. Я благодарю вас за интересную беседу. Я хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям, что Игорь Викторович Завольнюк, заместитель председателя Одесского окружного административного суда и судья-спикер этого суда, был гостем нашей передачи. Спасибо. Спасибо вам большое. 13 ноября в зале филармонии концерт цикла «Оркестр для детей». В программе «Хрустальная туфелька» или «Сказка о Золушке» прозвучат популярные классические произведения в исполнении Камерного оркестра Одесской филармонии. Программу ведет музыковед Людмила Сергийчук. Начало концерта в 12.00. 13 ноября в зале филармонии авторский концерт композитора Олега Полевого «Присвячение Ридней Одессе». Принимают участие хор студентов и оркестр народных инструментов Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой. Начало в 16 часов. 15 сентября в помещении Украинского театра концерт народной артистки «Героя Украины» Нины Матвиенко. Программа называется «Ковыскова зари». 11 ноября в Русском драматическом театре премьера спектакля «Страсть» по пьесе Семена Звотника. После спектакля состоится чествование народного артиста Украины Олега Школьника в связи с его 60-летием. В музее западного и восточного искусства выставка «Шанс на Ренессанс». На ней представлены живописи и графика западноевропейских художников 17-19 веков из фондов музея. А в историко-краеведческом музее выставка из цикла «История края» в музейных экспозициях. Она называется «Земля Акерманская». Демонстрируются документы, орудия труда, предметы обихода и декоративно-прикладного искусства. В галерее «Муза» выставка молодой одесской художницы Екатерины Билетиной. На выставке под названием «Цветы в моем саду» представлено 23 картины, среди которых портреты в украинских национальных костюмах и цветочные натюрморты. Галерея современного искусства «Энте Арт Геллери» представляет персональную выставку одного из ярких представителей украинского абстракционизма Василия Сада. Лейтмотив экспозиции – это различные вариации на темы космоса, отражение его величия и бесконечности. А греческий фонд культуры приглашает на выставку малоизвестной Кастанди. В Доме музея имени Рериха выставка памяти Николая Рериха. На ней представлены живопись, графика и акварели одесского художника Святослава Скоробогатова. А в Доме ученых – персональная выставка живописи и масок Анны Кулагиной. Она называется «Смыслы и образы». Уважаемые друзья, в разгаре подписка на периодические издания на 2017 год. Подписная кампания продлится до 16 декабря. Оформить подписку на наше издание теперь можно даже не выходя из дому. Подробности по телефону 340-308. 340-308. 16 декабря в концерт-холле «Сады Победы» в 16-й раз торжественная церемония награждения лауреатов рейтинга людей и событий «Народное признание» 2016 года. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на популярных телевизионных каналах. Рассматривая за кандидатуры почти в 30 номинациях. Среди наших номинантов – врачи и учителя, бизнесмены и военные, деятели культуры и искусства, известные спортсмены, руководители предприятий и политики. Все они – герои публикаций и изданий южноукраинского медиахолдинга. Оргкомитет продолжает прием заявок, предложений и оценок. Справки по телефону – 340-308-340-309. 340-308-340-309. Наша программа подошла к концу. Читайте издание южноукраинского медиахолдинга, и вы будете в курсе всего, что происходит в Одессе, в Украине и в мире. Редактор субтитров А.Семкин